Добрый вечер, друзья. Мы снова вместе. Есть о чем поговорить. Вопросы пошли шквалом. Прошу прощения, на все ответить не смогу, конечно. Вот. Отвеченных, наверное, самое важное я выбрал. Итак, самый важный вопрос, он, вот эта фотография, кстати, самый важный вопрос был через одну минуту. Я хотел сказать, что эту фотографию, чтоб я не забыл. Помните, я с любовью, с гордостью говорил о тех, не просто выдающихся людях, а всех, кто называет меня другом. Вот. Я их очень уважаю. Вот. И ставлю даже в каких-то отношениях выше себя. Вот это вот Чернобаев Леонид Дмитриевич. Ну, забыл, не забыл, но по-настоящему не рассказывал. И тема эта ушла. Вот. Художник, не захотел стать профессиональным садоводом обычный дачный сад. И этот обычный, он же и необычный. Надо, чтобы таких садов было миллионное, так их никогда не будет. Значит, вопрос звучал так. От одного примерно за последние две-три... Да нет, за зиму, за зиму. Это, получается, несколько десятков человек обратилось, помогите вырастить промышленный сад. То есть, я отвечаю всем сразу. Вот. Промышленный сад, отдельная тема, будем разговаривать. Главное, сам смысл, я хочу, чтобы вы поняли. Это будет очень непросто. Пока, так сказать, заготовка будущей речи моей. Это очень непросто будет. Против такого желания очень много погодных условий, социальные условия. Вот. Вспомните, грабежи и брошенные даже дачи. И много чего еще. Неготовность к посадочному материалу и неумение садить. Вот. А это просто... Вы поняли, что я остался фанатиком дачного садоводства. Чтобы у каждого дети бегали вот по такому саду, как вот у Дмитриевича. Вот. Почему ее фотография не моя? Чтобы сказать, что и не один я умею работать. Он не мой ученик, кстати. Вот. Только материал его почти весь моего сада. В этим я горжусь. Теперь. Почему я упомянул промышленный сад, еще почему? В нашей стране все дело всегда через ад. Вот. Вот, допустим, Терентий Мальцев. Ну, я знаю много то, чего вы не знаете. Ну, любознательно. Терентий Мальцев. Дважды герой соцтруда. Народный академик. Когда его спросили, кто ваш главный враг, кто вас ненавидит, он сказал, председатели колхоза. Ну, да, у Терентий такие урожаи. Безотвальная технология. Подавайте такие же урожаи, кроме ненависти, ничего. Попробуйте вы полурабский наемный труд. Вы поняли слово наемный? Почему я сказал про промышленные сады? Вы не потянете без наемного труда. А наемный труд – это страшная вещь. Вот. Далее второй первый. Чаянова посадили за его успехи. Лысенко в положительном плане, скажу. У него это самое. Мы с ним одно поле ягода в плане технологий. Вот. Так же, как с Мичуриным. Мне не стыдно рядом себя с великанами ставить. Но направление тоже. Холод, холод, холод. И вот результат. Кто погубил его сорта? Кто погубил его в конечном счете? Противники – да. Но они бежали от восторга. Почему? Потому что все это должны были колхозники воплощать. В скобках. Наемный труд. Хрущев с кукурузой. Кто погубил идею? Ему пока эти самые водили в Америке, в США, по кукурузным джунглям. Он как прикинул себе – ничего себе силоса будет. Да мы поголовье коров 10 раз увеличим. Это ж сколько это? Увеличили. Ага. Вот. Только потерял должность и авторитет. Кукурузником обозвали. Кто? Наемный труд. Вот. Сами понимаете, что это значит. А потом, этот репродуктор черный, в моем детстве. Троепольная система земли. Троепольная система. Черный пар. Вот. Ученые кричат. Нужно обязательно, чтобы пар был. Нужно обязательно, чтобы пар был. А этим, сама власть. Засадить все до последней капельки. До последнего этого самого сотки. Все засадить. Ну, вот вами это. Вот так и живем. Поэтому, если начинаете с дачного сада, не хочу, чтобы было так грустно. Вот как здесь на картинке. А потом развиваться надо постепенно. Все равно у вас нет посадочного материала. Почему нет материала? Я обещал отвечать на письма конкретно.